здравствуйте друзья привет всем в этот раз мне хотелось бы слегка вскрыть очень неприятную тему которая не просто актуально а я бы сказал слишком актуально в нашем обществе но давайте вначале послушаем коротенький фрагмент моей песни который завершит мою сегодняшнюю встречу с вами кстати вы видели сейчас картину васнецова нищие певцы написано им еще в 1873 году и я ее использовал сегодня в качестве заставки к своей песне которая называется судьба матери и вы ее в конце прослушаете что это за песня откуда я взял такую тему все дело в том что в начале 90-х годов резко бросилась в глаза вот все это огромное количество нищих они буквально заполонили транспорт подземные переходы вокзалы если раньше в нашей стране их не было совсем и попрошайничество приравнивалось к лентяйству к тунеядству то здесь уже совсем другой случай конечно разумеется не все из них действительно просили на кусок хлеба чтобы не помереть с голоду было много и обманщиков и даже появились группы криминального характера но вы знаете до сих пор как-то не по себе от всего этого однажды я не помню где прочитал то ли в какой-то газете небольшую статью о том что молодой бизнесмен забрал полностью квартиру и выписал родную мать вообще не позаботившись даже о том что с ней будет дальше и вот это отношение пожилым людям я уже даже не говорю к своим родным близким людям это ну такое безобразие это такая несправедливость и самое главное побеждают в этом деньги и бесчеловечные законы а также продажные судьи и я решил написать песню именно по этой теме это было приблизительно в девяносто третьем году но я бы хотел чтобы тот кто прослушал эту мою песню понял главное песню эту нельзя понимать буквально что сын вот выгнал родную мать на улицу эта песня о том что богатые которым сейчас принадлежит вся власть в нашей стране делают народ все беднее и беднее постепенно это делают и происходит это на наших глазах величайшая несправедливость кто бы мог подумать что такое может произойти именно в нашей стране а и вновь возникает насущный вопрос как и 150 лет назад что делать что делать друзья пишите пишите в комментариях я отлично понимаю польза от этого никакой в общем то как говорят поговорили и разбежались но смысл сегодняшней встречи это коллективное прослушивание тех моих песен которые практически еще никто не знает и никто не слышал вы первые и если вам нравится то что я делаю конечно помогайте ну хотя бы делитесь с друзьями ну а я заранее с вами прощаюсь и как всегда напоминаю о подписке на мой канал я был рад с вами встретиться удачи вам всем в новом году и всего самого наилучшего пока пока и давайте послушаем мою песню судьба матери пожалуйста стоит старушина под земным переходе стоит и плачет и с места не сойдет и что-то шелчет о каком-то оболоте кто денег даст кто-то вернется не заметит и пройдет а через улицу на против перехода недавно новый банк открылся на имском и в нем работа один чиновник представьте это сын ее родной спорхнули голову и кружат на церковь спорхнули голову и кружка октябрь унылой затихла старая москва стоит она на холоде старушка и шепчет тихо эти горькие слова сынок родной сыночек мой Володя как горько мне забыл родную мать стою голодная зима уж на подходе ах как мне страшно одинокой умирать скажите разве может быть такое при жизни бросил сына родную мать имеет самое состояние большое одну оставил тихо умирать материнским обласком был руками он рос в блаженстве юных лет а мать не ела и не досыпала последний рубль хотя бы на несколько конфет диме зоди приутонула в теплом свете квартир уютных вечерняя москва но она так и будет до рассвета шептать сквозь слезы эти горькие слова сынок родной сыночек мой Володя как горько мне забыл родную мать стою голодная зима уж на подходе ах как мне страшно одинокой умирать москва 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 сыночек Продолжение следует...